Я читала, училась и всё как-то обычно. Даниил Капутин – любознательный, добрый, весёлый и очень общительный мальчик. В то, что ещё совсем недавно он почти не говорил и плохо концентрировался, сложно поверить. Сегодня он ходит в кинотеатры, магазин, играет на музыкальном инструменте, катается на велосипеде, плавает и боксирует. Где ручки держим? Вот так ручки держим. Понял? А ещё он с особой нежностью смотрит и обнимает свою маму. Нарушение в развитии ребёнка Татьяна Капутина заметила сама ещё в раннем возрасте. Больница, обследование, постановка диагноза, аутизм. Было тяжело, когда сыну поставили диагноз. Ну, хотелось выйти. Конечно, я такой человек, что я сначала не эмоционально проживаю, я проживаю сначала через голову. То есть я, соответственно, начала искать выходы, анализировать, собирать информацию и искать выход из сложившейся ситуации. Конечно, эмоциям я своим не дал, не разрешила быть. Этот груз эмоциональный я везла на себе, пока не пошла в психотерапию. С этого момента жизнь её семьи кардинально изменилась. Пришлось отложить блестящую карьеру юриста и учиться жить другой жизнью, помогая ребёнку социализироваться и осваивать простые вещи. В тот момент поддержала семья и коллеги. Но очень часто мама с таким диагнозом остаётся один на один. А ведь именно ей нужна первоочередная помощь. Сначала, в первую очередь, помогает родителю. Потому что если родитель понимает, что происходит с его ребёнком, с их ребёнком, то он тогда понимает, чем он может ему помочь. Или что ему необходимо сделать для того, чтобы помочь собственному ребёнку. Сейчас Татьяна занимается не только своим ребёнком, но и оказывает помощь другим семьям. Сын научил её видеть солнце, быть гибкой, показал, что главные жизненные ценности – это семья, любовь и добро. Именно он подарил возможность помогать людям. Открылось огромное-огромное пространство, где действительно мне сейчас лучше. Я сейчас понимаю, что я могу намного больше отдавать. Я сейчас полезна миру. Я могу рассказать, поделиться с этой мамой. И ей не будет сейчас так в этом моменте плохо. Я могу ей на какой-то период времени стать поддержкой и опорой. Любой диагноз – не приговор, уверена Татьяна. А огромное пространство для новых возможностей – прожить другую, яркую, интересную жизнь. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Казахстан «Одинцова». Продолжение следует...